Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире новости на канале Таджикского телевидения, в студии Лугбек Салимбек Заде. И к остальным новостям к этому часу. 10 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Оли Рахмон, направил телеграмму соболезнований президента Исламской Республики Афганистан Мухаммада Ашрафу Гани, в которой в частности говорится. Ваше превосходительство с глубоким прискорбием и безмерной ненавистью восприняло известие о многочисленных жертвах и раненых среди мирных людей, включая юных девушек в результате ужасного и подлого нападения террористов в западной части Кабула. Нет никакого прощения данному жестокому и смертоносному акту насилия, совершенному силами зла в последние дни благословенного месяца Рамазан. Мы решительно осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, вновь подчеркиваем безотлагательную необходимость усиления беспощадной борьбы с этими глобальными угрозами современности. В эти трудные дни выражая свои и народа Таджикистана искренние соболезнования и слова поддержки близким и родным погибших, а также всему братскому народу Афганистана, прошу у Всевышнего всем пострадавшим полного выздоровления. 10 мая во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Алирахмон, провел рабочее совещание членами правительства Республики Таджикистан, руководством исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и других государственных структур. Глава государства дал конкретные поручения и указания руководителям республиканских министерств и ведомств, ответственных лицам исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан по процессу подготовки к 30-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан, своевременному вводу в эксплуатацию малых и крупных юбилейных объектов практической реализации государственных программ развития важных отраслей народного хозяйства страны, ускорению сбора урожая, закупки и экспорта сельскохозяйственной продукции, успешному подведению итогов социально-экономической деятельности за 4 месяца 2021 года. Руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено, используя благоприятные погодные условия, как можно скорее совершить весеннюю пассивную кампанию и эффективно использовать все имеющиеся возможности для современного получения минеральных удобрений, техники и всех хозяйственных машин, водозалежных земель, всесторонней подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства также дал поручение руководителям силовых и оборонных структур страны в связи с нынешней ситуацией на таджиевско-афганской границе безотлагательно предпринять меры по безопасности и укреплению охраны государственных границ по борьбе с преступностью, особенно с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Напомним, по меньшей мере 85 человек погибли, 150 человек получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана. Также не исключают, что число жертв еще может возрасти. Афганистан объявили 11 мая национальным днем траура по жертвам взрыва в Кабуле и Лагаре, в результате которых погибли десятки учащихся. По последним данным, в Кабуле в результате взрыва у школы погибли 85 человек. Все учащиеся, 150 получили ранения. Как сообщается, большинство погибших и пострадавших именно девушки. Также не исключают, что число жертв еще может возрасти. По меньшей мере 26 человек, большинство из которых также учащиеся погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Лагаре в конце прошлого месяца. 7 человек, включая открывшего огонь, стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс. По меньшей мере 4 человека погибли в результате схода лавины в департаменте Савоя на востоке Франции. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. В этом году шелководы страны планируют произвести 680 тонн коконов в качестве промышленного сырья из 21 тысячи стандартных коробков яиц тутового селкопряда, ввезенных в страну. Выращивание коконов в Хатлонской области продолжается, а фермеры усиленно работают над получением 286 тонн коконов. В районах республиканского подчинения Сагдийской области, несмотря на погодные условия, активно идет процесс выращивания коконов и представление промышленного сырья для производства шелка. Внедрение современных методов в процесс шелководства позволило отраслевым хозяйствам достичь новых высот в этой сфере. Ожидается, что в этом году шелководы Хатлонской области соберут 286 тонн коконов из 8 851 коробочки яиц тутового селкопряда. Из общего количества коробок тутового селкопряда, полученных в Хатлонской области, 951 находится в Яванском районе. Шелководы района планируют произвести 31 тонну коконов. Хотя в районе Рудаки процесс выращивания тутового шелкопряда сильно зависит от погодных условий, но опытные хозяйственники уже говорят о хорошем и качественном урожае коконов. Эффективные меры по производству высококачественных коконов и обеспечение последовательного развития и прогресса в этой сфере реализуются открытым акционерным обществом «Таджик-шелк». В последние годы содействие развитию этого сектора со стороны правительства повлекло за собой рост заинтересованности сельчан в занятия шелководством, история которого на таджикской земле насчитывает не одну сотню лет. Исконно национальные традиции и опыт в шелководстве передавались из поколения в поколение. С давних времен прекрасные шелковые ткани, изготовленные таджикскими мастерами, пользовались огромным спросом на мировых рынках, куда они доставлялись караванами по великому шелковому пути. Примечательно, что расширение тутовых плантаций в регионах также оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку на местах, а также тутовник дает вкусные и полезные плоды. Кроме того, высадка тутовых деревьев по периметру земельных угодий служит хорошей защитой пассивов сельскохозяйственных культур от ветров и способствует укреплению берегов и растительных каналов. Сумрат Азиева, Дельшоти Хушвак, новости. Уважаемые зрители, это вся информация, подготовленная к этому час нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok